Музыка 120 тысяч трехмесячных несушек голландской породы. Новый цех птенцефабрики по выращиванию кур появился несколько месяцев назад. И уже к пасхальным праздникам руководство предприятия ожидает десятки тысяч белых яиц на прилавках ярославских магазинов. Яйцо с галереи попадает на маяцосклад. Дальше это проходит через элоскоп, где оно у нас дезинфицируется, обеззараживается. На стол оно уже попадает у нас обеззараженно, без бактерий. Далее оно идет, попадает на весы. С весов уже яйцо штампуется и выходит на рабочие линии. В цехе фасовки на каждое яйцо машины-роботы ставят специальный логотип. Измышкина с любовью и сортируют продукцию по категориям. Бренд районного масштаба известен по всей стране. Экологически чистое яйцо закупают крупные сетевые магазины. Яйцо мы как снабжаем свой город. У нас берут магазины, у нас свои два магазинчика есть. И все предприниматели у нас берут. Школы, образовательные все учреждения, детские сады. Ну, все, что у нас есть в Мышкине, все бюджетные организации, все берут. Также у нас вывоз в Ярославль яйца. Птицеводство – одна из ключевых отраслей агропромышленного комплекса Ярославской области. Развитие сферы АПК – одна из десяти точек роста региона. Совещание экспертной группы на эту тему состоялось в администрации Мышкинского района. На встрече присутствовали представители сельхозпредприятий региона, общественники, депутаты и впервые глава муниципального образования. Одно из предложений экспертов – реализовать в Мышкине пилотный проект развития сельских территорий. Это модернизация производства за счет увеличения площадей и привлечения рабочей силы. 148 тысяч – это сельхозугодий. Если на сегодняшний день посмотреть, то обрабатывается 10 тысяч. Остальная земля не обрабатывается. Сельхозземля должна работать. И сегодня губернаторы, правительство нам поставили задачу, и нас будут рассматривать, как работает район. Вот именно сколько сегодня мы, то есть уже даже главы мы заинтересованы в том, чтобы земля, она не пустовала, а чтобы она работала. Мышкинский район всегда славился с северным шелком. И когда многие соседи уходили от затратного производства льна, здесь сохраняли традиции. Сейчас, отмечают представители отрасли, производство находится в сложной ситуации. Но предприятия, доказавшие свою жизнеспособность, готовы развиваться. Задача сейчас в области не видится как сформирование, но как бы дорожной карты или видение дальнейшего перспектив отрасли. И исходя из этого, совместно с работающими людьми в этой отрасли, отстроить цепь, цепочку, собственно говоря, которая позволит успешно работать предприятием завтра. Еще один важный аспект взаимодействия предприятий разных отраслей. Именно это позволит добиться высокой производительности и увеличения рынка сбыта. Основные направления, это первое, это создание потребокоперации. То есть это создание возможности реализовать продукцию на каждом, на всех уровнях. То есть это, в том числе, также было предложение создания постоянно действующей комиссии, которая устраивала бы взаимодействие между федеральными сетями и производителями, которые могут по своей, уже, так скажем, по своему формату, да, лечь на полку. Это и другие предложения экспертных групп будут учтены при разработке программы «10 точек роста». Сформировать комплексный план развития области – задача, поставленная главой региона Дмитрием Мироновым. Светлана Доброхотова, Сергей Ватин. День в событиях.